Добрый день, уважаемые коллеги! Секция функциональной диагностики на этом собрании научном решила обсудить важные вопросы, связанные с постковидным периодом и с теми изменениями, которые нас ожидают, а не происходят. Поэтому два сообщения будет. Это мое сообщение, посвящено коморбидности, собственно, что с ней делать и как... Давайте следующее. Вы знаете, мы последние 30 лет фактически перешли на эмпирическую систему диагностики и лечения, основанную на доказательной медицине. Она здесь вам представлена. Это синдромальная медицина, она простая, она более простая. Она, так сказать, усредненная, она удобная, но она недостаточно эффективна в отношении индивидуального подхода к пациенту. А здесь происходят изменения, связанные с наличием у больных многочисленных коморбидных ситуаций. И, конечно, коронавирус поменял многие вещи, соответственно, изменил и коморбидный статус, и изменил в течение многих заболеваний. Поэтому вот здесь я представил, что по своей сути, по своей сути, эта патология многочисленная, взаимосвязанная, поэтому ее, конечно, нужно оценивать как в любом случае коморбидную, за счет того, что существует единый механизм регуляции, и одним из них является вот это вот артериальное давление, которое регулирует кровоснабжение практически всех жизненно важных органов, и, соответственно, нарушение артериальной гипертонии будет иметь различные комбинации пусковых механизмов, они вам представлены. И вот тут коронавирус тоже привел к существенным изменениям в этой комбинации, поэтому надо знать, что стало современным пациентом, какой набор вот этих коморбидных ситуаций у него сейчас есть, чтобы определить особенности диагностики и лечения. Следующий будет сервизно. Вот, поэтому мы в прошлом году провели вот такое большое эпидемиологическое исследование под названием «Фенотип АГ», где попытались оценить наличие коморбидности у больных с артериальной гипертонией практически во всех регионах Российской Федерации. И вот здесь вам представлено, это 16 тысяч больных, значит, сколько здесь порядка, много очень врачей задействовано было, и вам представлена география этого исследования, отражающая практически ситуацию по всей Российской Федерации. Три визита в течение, это проводилось в течение 12 недель, где мы пытались проанализировать уже результаты воздействия на артериальную гипертонию с помощью современных лекарственных средств, об этом будет возне сказано. Вот тут, что бы хотел отметить, вот в левом углу показано, что это, в общем-то, пандемическое исследование, исследование в период пандемии, вторая волна пандемии, на высоте, это метеонестабильный период, и, соответственно, 16 тысяч врачей, в смысле, больных, 626 врачей, 30 городов Российской Федерации, мощный, очень мощный статистический анализ, и вы видите, что здесь артериальная гипертония, как правило, сочетается с заболеваниями, имеющие атеросклеротическую природу. Это ИБС, это церебровоскулярная болезнь, это хронический сердечный недостаток, метаболический синдром, так или иначе в этих всех вещах задействован и артериальное давление, и холестерин. Поэтому, следующий методик. Вот здесь как раз и показан этот статистический анализ, он позволил выявить распределение систолического давления. Это, в принципе, лечены и больные, это опыт применения наблюдательной исследований, как врачи лечат, и вы видите, здесь распределение артериального давления, несмотря на то, что пытаются лечить, это где-то 160-170, а холестерин был где-то между 6-7 ммол на литр, который нас, в общем-то, не должно устраивать категорически. Ну и вот таким вкраплением хотел уже данные о том, как в постковидном периоде изменилось характер артериального давления. Это небольшое исследование, тут порядка 30 человек, вы увидите, что в постковидном периоде практически все показатели, они выше, чем в доковидном периоде. И попытка коррекции, она приводит к снижению давления, но вот в ночном периоде это явно недостаточно, то есть тут есть над чем работать. И вот схематически, чтобы было понятно, что, собственно, с давлением происходит в постковидном периоде, вот если исходно это гипертония, в остром периоде идет все-таки это гипотония, там давление снижается, и там свои проблемы. А в постковидном речь идет о дополнительном повышении артериального давления, где-то на 70%, и она становится очень лобильным. Вот, поэтому периоды подъема могут перемежаться с периодами гипотензии, мы это назвали, еще это связано с тем, что люди в попытке скоррегировать нарываются на гипотонические реакции. Мы назвали такую ситуацию фармкачели, и лечить таких больных достаточно сложно. В связи с этим все-таки вот патогенетические так сказать позиции, связанные с коморбидностью, в данном случае, в том числе связанные с ковидом, они обусловлены с поражением сосудов, это все-таки ригидность эндотелиид, дальше с работой сердца, тут разные могут быть уровень поражения. И, конечно, основное внизу показано, это тонус сосудов, который тоже меняется в связи с поражением эндотелии сосудов, и почки, почечный механизм, в общем, классические вещи, но с добавком, с поражением сосудов, с восстанавливающимися в какой-то степени. Здесь такие вещи, которые представлены эластичность, насосные функции, водно-электролитный дисбаланс и ангиоспастические вот эти свойства, они представлены, поэтому, собственно, с точки зрения выбора препарата, это все укладывается в современную концепцию тех пяти лекарственных средств, которые мы применяем. Вот они здесь вам обведены кружочком следующим. И вот эти рекомендации 2018 года, которые у нас и в 2020 году были приняты, они остаются в силе, что, исходя из механизмов, все-таки, это 2-3 препарата надо применять с воздействием на тонус сосудов, на ригидность и на водно-электролитные какие-то нарушения. Но здесь, конечно, нужно думать уже об индивидуальном выборе дозирования. следующее. Ну и вот тут хотелось бы компактно все-таки подчеркнуть, что комбинации хорошо вам известны, это ингибиторы антираниновые препараты в сочетании с локатором кальциевых каналов. Дальше вот появилась новая комбинация, когда добавился третий компонент, это статин, это принципиально новая комбинация, которая сейчас активно используется, и потенциально новый механизм, это с диуретиками связан с более широким применением не столько мощных диуретиков, сколько более мягких и длительных ретардированный эндопамид, это принципиально новые подходы, поэтому мне бы хотелось вот собственно и на этом деле остановиться. Следующий, вот первая комбинация, это тройная, это ингибитор АПФ лизинаприл, блокатор кальциевых каналов амодиопин, и вот это новое, это как раз статин, розовый статин, и вы здесь видите их патогенетические фармакодинамические эффекты взаимодополняющие, они хорошо известны, вот, в различных, так сказать, комбинациях этих дозировок препарат уже лет пять применяется на практике, следующий покажите, здесь вот опыт применения сводный, такой, порядка четырех тысяч больных, свидетельствует о том, что да, можно снижать артериальное давление, и самое главное, вот это красный, холестерин, глип протеидов низкой плотности, почти на 50%, при хорошей переносимости. Знаете, этот опыт, он был стартовым для нас, собственно, мы остановились в нашем исследовании фенотипа Г, чтобы именно комбинацию вот эту посмотреть на периоде 12-недельного лечения в тех случаях, когда врачи выбирали вот эту комбинацию. Покажите, пожалуйста, следующий, но все-таки хотелось бы особо подчеркнуть, почему, потому что вот исследование Алроса, которое выполнено в кардиоцепте, было, вот видите, там снижается не только артериальное давление, лип протеидемической плотности на 49%, но и через год лечения начинает снижение жесткости сосудистой стенкой, о чем снижается скорость пульсовой волны и появляются вот эти вот маркеры снижения фиброза с улучшением прогноза. Вот там было сделано заключение, что вот где-то нужно, чтобы получить вот этот эффект. Мы от этого, собственно, отталкивались. Следующий, можно? И вот это наши данные уже фенотипа В левом углу вы увидите, что это эффективно снижается артериальное давление, практически нормализуется. Вот, а внизу на 30% снижение холестерина при даже относительно небольшом, но снижении сахара, крови. И уже вот эти вот кривые разного цвета, вы видите, как на первый месяц идет уже нормализация и перераспределение давления в сторону нормальных цифр. И максимально оно как раз вот в первый месяц это лечение достигается. Тоже касается распределения общего холестерина. Надо обратить внимание, уже через месяц красненький вот это смещается. И в правом углу вот этой динамики какой-то отрицательности стороны глюкозы ее не было. А вот в правом верхнем углу, к сожалению, нет указки возможности показать, но цифры, посмотрите, нас это заинтересовало, потому что действительно мощный был статистический анализ, который позволил выявить независимость вот этих всех каких-то от возраста, от пола, все работает. Наверное, в первый месяц корреляция между холестерином и артериальным давлением она подскакивала, причем подскакивала, конечно, она там не прямая корреляция, много факторов участвует. Но обратите внимание, вот на четвертой неделе по систолическому давлению на 26, на 37 и по диастолическому давлению на 19, на 27 явно свидетельствует о том, что вот эта динамика, она взаимосвязанная. И вот это все-таки снижение давления можно априори связать именно с достаточно быстрым восстановлением эластичности стенки сосудов, в том числе и со снижением холестерина. Это очень интересный момент. Ну, конечно, вот это предположение спекулятивное, но сам факт, что снижение холестерина работает вместе с нормализацией артериального давления, это очень интересный факт. Не надо год ждать, уже через месяц мы можем получить вот такой вот эффект у больных. Обсуждать можно много и долго, но факт такой и есть. И вот тут представлено, что дозу подбирали наши врачи, они научились это делать, они разные, комбинации там из четырех вот этих выбирать, и это можно собственно достаться легко делать. Ну, вот эти наши данные, конечно, свидетельствуют о перспективности применения в постковидном периоде, следующем, потому что вот те данные, которые сейчас, это большое исследование по статинам и ковидам, на сегодняшний день это один из наиболее перспективных методов положительного влияния при постковидном периоде, именно статина. поэтому тройная комбинация, она заслуживает самого пристального внимания сейчас для выбора лечения следующим. Ну, и по диуретикам, по диуретикам, если отталкиваться от классических подходов, а у нас сейчас мы индопамид, в основном, так сказать, простой, с тетрованием дозы 606,25 до 2,5 мг, появился известный вот этот вот довеск ретардированной эндопамиды доза 1,5, но вот тут представлены в серединочке наш методический прием, когда мы начали мерить диурет, сопоставлять с давлением и все стало видно, как работают диуретики. Вот я вам хотел наши данные привести следующим. Это чем отличается эндопамид? 2,5 мг от 1,5. Значит, при 1,5 мг его пик через 10-12 часов, а при эндопамиде уже через час в крови появляется, при этом сохраняется антигипертензивный эффект, гипертрофиль желудочка и куча положительных вот этих метаболических эффектов. То есть плавное. Препарат известный, он уже применяется сам по себе более там 20 лет, его очень любят пожилые и больные, но мы как-то ушли от него. И вот принципиально новое, покажите, пожалуйста, следующее это все-таки субдиуретический эффект, как говорят у диуретиков, он не совсем это так, потому что каждый диуретик, вот если говорить о длительности, вам представлены эти наши данные, вот красным подчеркнув, в чем смысл вот этого ретардирования эндопамида, мягкое, но длительное действие. И его основной эффект развивается через 10-12 часов после того, как человек принял, и он фактически нивелирует, когда его соединяешь с другими антигипертензивными препаратами, он как бы доводит их эффект. А при применении простого эндопамида, он уже через час работает, и максимальный эффект уже через 2-3 часа развивается, вызывая подчас ненужное снижение чрезмерное артериального давления. И вот тут два исследования следующих. Это как раз две комбинации, которые мы исследовали, пролонгированный эндопамид с резиноприлом, вот название у него из Диратон Плюс, но очень легко подбирать, потому что собственно 90% эффекта было на полтора миллиграмма и 10 миллиграмм резиноприла. И тройная комбинация известного вам экватора, если так можно выразиться, с пролонгированным эндопамидом, называется Эквапресс. И покажите следующий. Вот два исследования, которые были опубликованы, мы их сделали, мы им остались очень довольны, они тут по 30 больных, и собственно что мы удалось получить в следующем. Вот тут исследование Фикс Линда, это Диратон Плюс и Эквапресс, вы видите наверху, в верхней половине графика, какой мягкой идет стимуляции дневного дюреса. Вы фактически нормализуете вот те почечные недостатки, которые развиваются при применении антикипертензивных препаратов, эффектуем и в другом случае. А внизу идет суперплавное здесь уже по времени снижение артериального давления без рывков, плавненько, плавненько. Мы когда перевели больных на вот эту комбинацию, у них исчезли вот эти фармкачели, и эффект стал значительно стабильнее. Вот поэтому для наших больных в постковидном периоде это архиважно. Следующий. Да, и там получается под 90% на комбинации в основном средний или старт, как хотите. И вот особенное исследование Сергей Николаевич сейчас будет говорить об этом феномене. Фармкачели это очень серьезно, потому что у нас сейчас метеоиндуцированные скачки наблюдаются, больные очень лобильные, и очень важно сдержать вот эти перепады в чрезмерные антигипертензивные реакции. Вот поэтому особенно у пожилых больных и угрожающих вот этой ситуации как раз риск фармкачели снижается именно при применении вот этого ретардированного в форме эндопамида. на наш взгляд очень важный момент. Вот два новых принципиальных подхода. Здесь свидетельствует вот о чем, что конечно нам уже надо в голове держать вот тот период доказательной медицины, что мы имеем, но переходить на наши традиционные подходы к лечению, когда лечение является этиологическим, дальше патогенетическим с учетом наличия у каждой больных вот этих механизмов, и только потом вот этот симптоматический эффект с выходом на индивидуальное лечение, с обучением пациента. Поэтому я бы хотел свое выступление закончить вот этим вот слайдом следующим, все-таки на что нужно ориентироваться при выборе фармпрепарата. Надо посмотреть, есть ли механизм у пациента почки, сосудистый тонус, работа сердца и так далее. Выбрать препарат, который воздействует на этот механизм минимально эффективной дозы и подбирать его сверху вниз, в том числе и в комбинации. В этой связи вот те комбинации с эквамером, со стартовыми минимальными дозировками с увеличением последующим или комбинацией вот двух препаратов с эндопамидом пролонгирным является оптимальным подходом для более эффективного длительного применения наших больных, особенно вот в этом сложном периоде. Ну, за всем все. Давайте следуем. Спасибо за внимание. Я сейчас тогда предложу продолжить фактически эту тему Сергея Николаевича Иванова. Он собственно вот эту концепцию уже влияния погоды как фактора, который может вызывать колебания давления. Сергей Николаевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Михаил Петрович представил уже тему тема моего доклада это метеопротективные ресурсы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Проблема метеозависимости стоит достаточно остро, мы знаем о ней очень давно, достаточно много публикаций на эту тему, и, конечно же, опять-таки давно выделены те метеофакторы, которые влияют на самочувствие и сердечно-сосудистую систему, и на уровень артериального давления, если мы говорим сегодня гипертония, это такие, как перепады температуры воздуха, колебания состава воздуха, это в первую очередь, конечно же, парциальное давление кислорода, колебания влажности воздуха, и особенно то, что наибольшей корреляцией обладает, это скачки атмосферного давления. Вообще, вот все эти признаки метеозависимости, они всегда характеризуются чем? То, что они возникают одновременно, потому что погода воздействует на всех, а гипертоники очень многие обладают метеозависимостью и достаточно выраженной, они массовые, они кратковременные, потому что большие перепады погодные, те, которые вызывают особенные, большие, агрессивные, метеопатические реакции, они, как правило, кратковременные, и все это вызывают, как я уже говорил, помимо перепадов артериального давления, это могут быть возникновения аритмий самого различного генеза, обострение ЭБС, астроэнтерофтальмопатии различные, снижается при этом эффективность фармакотерапии, увеличиваются ядрогенные риски фармакотерапии, ну и, конечно, все это может приводить к смерти. И вот самый главный вопрос, во-первых, как выявить эту метеозависимость, ну и уже дальше выявив ее, как и чем предупреждать. Следующий слайд. Вот посмотрите, очень интересно, из раздела по измерению артериального давления, европейская рекомендация по лечению артериальной гипертонии, само по себе артериальное давление характеризуется большой спонтанной вариабельностью значений, как в пределах одного дня, так и в различные дни, месяцы и сезона. Если вот посмотрите в нижней левой части слайда, это тренд СМАДа, мониторирование артериального давления, видно, насколько вариабельно артериальное давление у пациента в течение суток. Понятно, что это физическая, эмоциональная активность, перемены положения тела, все это влияет, и артериальное давление это не константа, это всегда общая величина, которая меняется. В верхнем правом углу слайда это данные из МИРАН о таких же скачках, о изменчивости таких показателей, как температура, воздуха, влажность, давление, партициальное давление кислорода. То есть мы с вами имеем две достаточно вариабельные величины, вот в чем вся сложность, как раз сложность поймать вот эти взаимосвязи между двумя очень вариабельными величинами, поэтому вот эта работа, которая велась на кафедре, она велась в течение последних 30 лет, достаточно разные подходы использовались, ну и сейчас мы, в общем-то, пришли к тому, что, конечно же, необходимо мониторировать и артериальное давление самыми различными способами, это и ситуационное, самостоятельное мониторирование СКАД, так называемый, и автоматизированные системы СМАДы, и, конечно же, проводить корреляционный анализ между этими показателями. Следующий. Для измерения артериального давления на сегодняшний день достаточно большой арсенал аппаратов, причем самых разных модификаций это и лучевые приборы, на примере компании Амрон, да, это и плечевые, причем за последнее время они существенно совершенствуются, добавляются различные функции, да, на сегодняшний день эти аппараты посредством блютуза, ну и других беспроводных сетей соединяются со смартфоном и передаются эти данные на серверы, где врач уже может все это анализировать, независимо даже от больного имея лишь только доступ, да, происходит модификация манжет, вот в правом нижнем углу представлен последняя модификация компании Амрон, как видите, уже нет самого даже аппарата, весь и компрессор, и регистрирующие датчики, они находятся в самой манжете, конечно, это гораздо упрощает систему самоконтроля за уровнем артериального давления, меняются технические характеристики этих приборов, вот электронный клапан появился, это телевизиональная система управления, то есть это улучшает и точность измерений, да, и самое главное для пациента улучшает и комфорт, лишнего, нет перекачивания уровня артериального давления, вот это очень важно, конечно, нашим пациентам мы рекомендуем использовать эти аппараты, ну и в зависимости от их возможностей, это или еще раз повторюсь, лучевые, когда можно использовать их где угодно на работе, в машине и так далее и тому подобное, или плечевые, те, которые все-таки требуют какой-то подготовки, там снять пиджак, подготовиться к измерению артериального давления. Следующий слайд. Это то, что касается самоконтроля уровня артериального давления, мониторирования артериального давления. За погодой тоже на сегодняшний день возможности расширились, когда мы начинали эту работу, мы очень долго искали, например, с кем бы нам сотрудничать в плане того, чтобы получать вот эту информацию с различных, о различных изменениях погоды, да, и вот тогда это был измеран. На сегодняшний день, как видите, вот есть спутниковые снимки, где можно также отслеживать фронты и температурные, атмосферные, и влажности, да, автоматизированные метеолокаторы показывают синоптические карты, да, можно делать журналы текущей погоды, опять-таки, очень широко распространенные, ну, они в моменте показывают, конечно же, хотя у них есть память, они прошлые события фиксируют, тоже, это метеостанции различных, опять-таки, производителей и с различным функционалом, самые простые показывают, по крайней мере, текущее состояние и влажности, и температуры, и, что важно, атмосферного давления. и, конечно же, мы продолжаем сотрудничество с Эзмераном, Институт земного магнетизма Российской Академии Наук, где можно получать очень подробную информацию, в том числе, и о различных видах излучения, не говоря уж о тех факторах, о которых мы сегодня говорим, погодных факторах. Следующий слайд. Ну, и в результате вот этой длительной работы, ну, во-первых, наблюдая за погодой, погода даже в нашем регионе, температура дельта может составлять 50 градусов, перепады температурные, да, бывает и такое, атмосферное давление меняется также до 50 миллиметров толпного столба в течение суток. Вот, кислород, очень важный тоже показатель, парциальное давление кислорода в воздухе также в течение суток может меняться до 50 миллиграмм на миллилитр. Как я уже говорил, был выработан вот этот подход, подход в том числе и асинхронной, скользящей корреляции, достаточно сложные математические подходы, когда между вот этими показателями погодными, да, температура, давление и кислород мы проводили корреляцию с уровнем артериального давления у наших пациентов, ну, и с ЭКГ, с полтеровскими мониторами на предмет выявления каких-то аритмий. Что показали наши исследования, да, что есть так называемые критические скорости изменения и дельты изменения вот этих вот показателей погодных, когда можно говорить уже о метеоагрессии, не просто о метеозависимости, а о метеоагрессии порядка 80% пациентов с гипертонической болезнью на вот такие погодные воздействия, как правило, все-таки реагируют. Это перепад атмосферного давления со скоростью больше полмиллиметра в час, при этом дельта за сутки 15-20 и более, это уже достаточно для того, чтобы наши гипертоники реагировали. Перепад температуры воздуха больше 10 градусов в течение нескольких часов и перепад содержания кислорода в воздухе больше 10 миллиграмм на литр. Это также, в общем-то, достаточно для того, чтобы происходили перепады давления. Следующий. Вот так проводится эта корреляция. Вы посмотрите на предмере корреляции между уровнем артериального давления и атмосферным давлением. Как вы видите, при постоянном атмосферном давлении уровень корреляции невысокий, то есть, да, эти параметры меняются, в каких-то погрешностях ничего не происходит. А вот при снижении атмосферного давления вот с той критической скоростью, как видите здесь на слайде, это 0,5-0,7 миллиметров в час, то есть, дельта больше 0,5, резко возрастают корреляции как по систолическому, так и по диастолическому давлению, достигая цифры плюс 0,72. То есть, это говорит о четкой взаимосвязи. Вот в такие моменты, конечно же, гипертоники становятся нестабильны, возможны и кризы, как кризы, кстати, так и падения, как гиперреакции, так и гиперреакции. И та же самая ситуация при подъеме атмосферного давления, она, видите, как правило, несколько все-таки более отсрочная, но тем не менее она происходит, то есть, после того, как атмосферное давление начинает подниматься в течение 3-6 часов, опять-таки, это очень опасный период для гипертоники в следующих числах. Один, вот это как раз та информация, которую дает Троицк, институт Измиран, здесь, видите, очень наглядно вот такие суточные графики, и можно проанализировать, посмотреть перепады температуры, относительно влажности воздуха, атмосферного давления, содержания кислорода в воздухе. Ну, понятно, что по городу Троицк, но это всегда можно экстраполировать на город Москва, здесь расстояние всего 20-30 километров. Ну, и метеопатические реакции, я уже говорил, что не называют перепад давления, ритмию, шумею и так далее в следующий слайд. Вот достаточно критически бывают вот такие вот дни, и последнее время, если проанализировать, в течение последних 3-4 лет, как раз вот таких вот метеопатических бурь, их становится все больше и больше. Мы очень часто слышим по телевизору, по радиовещанию информацию о том, что мы побили очередной рекорд низкого давления в этом атмосфере, но в Москве очередной рекорд высокого давления. Вот так это выглядит на диаграммах института Измирана. Как видите, температура воздуха росла-росла, на 8 градусов выросла, буквально в течение 2-3 часов упала на 11 градусов. При этом относительная влажность воздуха имела тоже такие же качели от минус 20 до плюс 30. Атмосферное давление, видите, пик достаточно выраженный, да, и что очень важно, вот посмотрите, парциальное давление кислорода, буквально в течение 1 часа, да, на 11 миллиграмм на миллилитр оно выросло, то есть в течение 1 часа, да, я вам говорил, что критическая цифра это 50 миллиграмм на миллилитр в течение суток, а тут в течение часа растет вот на такой большой период. Атмосферное здесь не так сколебалось. И вот больной гипертония, это клинический пример, находился на комбинации лизиноприл плюс пролонгированная эндопамид, при этом понятно, что у него нестабильные цифры, появляются головные боли, боли в затылочной области, и наши больные, которые уже знают, что да, вот эти зависимости, к сожалению, у них достаточно хорошо выражены, всегда с этими больными необходимо обсуждать комбинацию все-таки как минимум из трех препаратов. Обязательно добавлять блокатор кальциевых каналов, да, мы хорошо знаем, что этот препарат обладает хорошей ангиоспастической эффективностью, и, конечно же, он уменьшает метеозависимость у больного, у которого эта метеозависимость, гипертоника, она достаточно выражена. Поэтому наиболее оптимальная, вот дальше покажу еще, это все-таки комбинированная терапия при лечении больных с гипертонической болезнью и метеозависимостью. Следующий слайд. Мы обучаем наших пациентов вообще следить за собой, вообще грамотный пациент, это всегда очень важно, это улучшает и комплайнс, и доверие между врачом и пациентом, да, наши пациенты два подхода, да, он фиксирует в случае выраженного колебания АД, дальше, в общем-то, обращается к сводке о метеопогоде и начинает, в общем-то, анализировать, что же было с погодой в этот момент, когда у него резко подскочило АД. Вот, или другой, в общем-то, пациенты фиксируют или уже по прогнозу ждут, когда у нас ожидаются большие атмосферные перепады и температурные, и по давлению, и при этом начинает уже проводить динамику артериального давления более подробно для того, чтобы, опять-таки, получить детальную информацию. Дальше он ведет этот дневник через 2-3 недели, через месяц с этим дневником и погодным и артериального давления он уже приходит к нашему сотруднику, да, который анализирует всю эту информацию, проводит корреляции между этими показателями. Кстати, если за погодой не удается нашему пациенту там достаточно четко фиксировать, вот я говорю, здесь нам помогает институт Измиран, потому что у него есть длинные архивы, в течение даже нескольких лет можно за определенный день проанализировать эту погоду обратно, то есть, главное, в общем-то, фиксировать уровень артериального давления через следующий слайд. Достаточно много есть рекомендаций, что делать при повышенном артериальном давлении, что делать при низком, ой, атмосферном давлении, извините, при низком атмосферном давлении, то, что чаще всего публикуется, ну, если вы посмотрите все эти рекомендации, они в большей степени сводятся к чему? То, что рекомендуется, уменьшить физическую активность, полноценно спать, не нервничать, уменьшить частоту курения, отказаться от алкогольных напитков, в общем-то, это все, в общем-то, такие вот рекомендации, ну, я бы сказал, по здоровому образу жизни, да, при этом, как при повышенном, при пониженном атмосферном давлении рекомендации, в общем-то, одни и те же. Следующий слайд. Тем не менее, вот, как показала наша достаточно длительная работа, вот эти перепады метеофакторов, они приводят к тому, что запускается достаточно много механизмов, в первую очередь, это симпатическая активация, да, и понятно, что без бета-адреноблокаторов здесь не справишься, да, увеличивается выработка норы адреналина, ангиотензина, вырабатывается достаточно большое количество эндотелиальных медиаторов, кальция, посредственный спазм, и здесь, конечно же, нужны блокаторы кальциевых каналов, задержка или дополнительное выведение жидкости в зависимости от температуры, от уровня артериального давления, и владея вот этой информацией, понимая патогенез метеозависимости, конечно же, здесь приходим к тому, что монотерапия больным с гипертонической болезнью, она, как правило, будет неэффективна, если больной страдает метеозависимостью. Следующий слайд. И вот наша работа о влиянии тех или иных препаратов или их комбинации на метеозависимость. Посмотрите, вот монотерапия ингибиторами АПФ, блокаторами кальциевых каналов, бета-адреноблокаторами, да, она снижает метеозависимость, но порядка там на 70, чуть, вернее, снижает процентов на 30, 35, дальше все остается. А вот комбинированная терапия, вот литиноприл плюс диуретик, да, вот Михаил Петрович говорил, здесь как раз чаще мы использовали эндопамид пролонгированный как более оправданный, да, и при лечении гипертонии, в том числе при лечении метеозависимости, да, вот литиноприл с амалтипином, еще более эффективная комбинация, еще более эффективная это как раз вот блокаторы ренино-ангиотензиновой системы, блокаторы кальциевых каналов и диуретики, да, то есть вот эта тройная комбинация, она наиболее эффективна для, конечно же, снижения метеозависимости у больного с артериальной гипертензией. Следующий слой. Вот одна из работ по корреляции между систолическим АДН и атмосферным давлением, вот видите, красным, там, до лечения, корреляция достаточно высокая, вот когда атмосферное давление меняется, видите, в общем, корреляция достигает 0,8, применение лизиноприла несколько уменьшает эти пики, но, видите, они остаются все равно достаточно высокими, да, тоже корреляция может достигать 0,6, 0,7, то есть это высокая, высокая корреляция. А вот уже добавление к лизиноприлу блокадора кальциевых каналов, там, вот, депина, как видите, существенно снижает корреляцию, ну, то есть она колеблется уже в меньших, в меньших пределах по сравнению с тем, что было до лечения и что только происходит на ингибиторе АП. Следующий слайд. Еще один пример, еще один больной, вернее, да, корреляция, ну, здесь просто между атмосферным давлением и диастолическим давлением, мы опять-таки видите, что комбинация из ингибитора АПФ и блокаторов каналов, в данном конкретном случае это лизиноприл и амблодипин использовался, причем фиксированная комбинация, акватор, как видите, она значительно снижает, да, корреляцию между уровнями атмосферного давления и диастолическим, тем самым, это говорит о том, что метеозависимость значительно уменьшается. И следующий. Ну, и вот, в результате вот этой длинной, кропотливой работы мы несколько раз подходили к этой теме, да, потом она как-то уходила, потом мы ее опять обновляли, то есть, в общем, я говорю, тут достаточно тяжелая математика и очень большой набор больных требуется для того, чтобы проследить вот эти вот корреляции метеозависимости. Мы пришли к тому, что наиболее эффективной комбинацией для лечения метеозависимости у больного с гипертонией является ингибитор АПФ или сортан, добавление к нему блокатора кальциевых каналов и диуретика. И на наш взгляд, если говорить о диуретиках, то здесь некоторые преимущества имеют именно пролонгированные формы эндопамида. И следующий. Опубликована работа еще была в 2005 году о комбинированном препарате лизанаприл амладипил гидроклортиазид. Ну и вот тогда еще даже в 2005 году мы отмечали, что эта комбинация приводит не только к снижению уровня артериального давления, там лечит проблемы утренней гипертензии, но и приводит к метеопротекции, что очень важно для больных с гипертонической болезнью. Следующий слайд. И вот Михаил Троевич уже говорил об этих исследованиях, которые были, проводились у нас, в том числе мы в них участвовали, да, это ксфикслинда, гиратон плюсы и вопресс использовались. И вот эта работа еще раз подтвердила наш подход к лечению метеозависимости, что наиболее оптимальна именно вот эта тройная комбинация эльдопамид, пролонгированный лизинаприл и амодипид. Вот это как раз тот препарат, который содержит сразу три этих препарата. Следующий. Уже из этого последнего исследования фикслинда вот еще раз о метеоагрессии. Вы посмотрите, насколько вообще часто таких перепадов бывает и, конечно же, здесь нестабильность артериального давления это в течение суток буквально, это в течение часов резкий подъем, дальше выход на пик, то есть подъем атмосферного давления, подъем содержания парциального давления кислорода, потом точно такой же очень быстрый в течение суток-двух это снижение, здесь суточная кривая внизу идет, это по дням идет, то есть насколько эти перепады случаются часто, как видите, я еще раз повторюсь, за последние 3-4 года вот таких метеопатических бурь становится все больше и больше, к сожалению, наши пациенты с этим все чаще и чаще сталкиваются, следующий слайд, и то, что Михаил Петрович говорил, что эти фарм-качели особенно пожилых, больных, изменения доз, ротации трехкомпонентной терапии с диуретиком к двухкомпонентной без диуретика на фоне развивающейся гипотензии, здесь несомненно преимуществом является эндопамид пролонгированный с его плавностью действия, то, что в течение суток практически работает, причем в ночной период там уже остается хвостик, но тем не менее он работает, что очень важно, это не то, что Михаил Петрович на слайде показывал, другие препараты или днем только работают, ночью не работают, или могут больше пик уходить даже в ночной период. Следующий слайд. Ну и холод, жара, здесь тоже всегда нужно обращать на это внимание, мы помним еще 2010 год, ту аномальную жару, которая была, здесь очень важно наших с вами пациентов с гипертонией все-таки об этом информировать, что да, жара может приводить к снижению уровня артериального давления, но нет необходимости отменять препарат, есть всегда необходимость пересмотреть дозы препаратов, то есть оставлять ту же например тройную комбинацию, но несколько уменьшать дозу того же блокатора кальцио-каналов и радиуретик. И радиуретик можно в общем-то и отменить на какой-то период, если будет очень жарко. Следующий пик. Собственно это все, что я хотел вам рассказать, в общем проблема метеозависимости остается достаточно важной и здесь очень грамотно индивидуальный подход позволяет решить и эти проблемы, лишь бы у врача было не 12 минут, а чуть больше. Спасибо, у нас есть еще 4 минуты коротенькое резюме из сказанного. Мы переходим этап, когда вот тот принцип силы есть, ума не надо начинает все меньше и меньше работать, потому что мы привыкли к тому, что все давайте применять более мощные препараты и получается так, что переснижаем. В общем вывод простой. нельзя недоснизить давление раз и нельзя его переснизить. Поэтому вот это чрезмерное снижение провоцирует как раз лобильную форму гипертонии и ответную ненужную реакцию со стороны организма. Если говорить о погоде, вот я здесь два момента сказал, что основной метеопротектор это блокадр кальциевых каналов все-таки. мы работали больше с амодипином, есть филодипин, тоже, как говорится, обладает вот этими свойствами и ими тоже нужно уметь работать, потому что мы живем в изменчивом мире, если на фоне мощной антигипертензивной комбинации меняется атмосферное условие, давление падает, тут же развивается гипотензия. Поэтому в этой ситуации нужно применять препараты еще плавно действующие, поэтому мы все-таки сейчас явное предпочтение отдаем вот этой диуретическому довеску в виде ретартированного эндопамида как стабилизатору ситуации. Вот, и еще один момент, и я, Сергей Николаевич, хотел бы вас поправить, там, кислород это не парциальное давление, мы привыкли к парциальному давлению исторически, измиран дает содержание миллиграмм на миллилитр, я бы даже пересчитывали, что если объем за сутки человек кислорода использует по весу чуть ли не пачки масла, вот, это большой диапазон, мы к чему призываем, что мы как-то о кислороде мало думаем, получается, что основной спастик это как раз кислород, и который зависит в первую очередь от температуры воздуха, там обратная коллекционная зависимость, а это что значит, что зимой, когда мороз, солнце, падает температура минус там 25, резкий рывок кислорода эспастическая реакция, вот, поэтому здесь, конечно, нужен токонист кальция, вот, а когда придет жара, там наоборот, идет жара, падение кислорода в воздухе, и уже развивается гипоксия, поэтому вот эти вот вещи, связанные с кислородом, нам нужно внимательно еще посмотреть, как с этим бороться, а это проблемы экологии, в том числе город, природа, и так далее, и тому подобное, короче говоря, вывод простой, ковид наш нас сейчас должен заставить подходить к нашим пациентам более индивидуальным, потому что поменялось вот это соотношение механизмов изменения артериального давления, особенно с характером поражения сосудистой стенки, которые до сих пор еще толком и не очень знаем, насколько они обратимы, и что это вот с пластической реакцией на фоне ковида, поэтому вывод простой, сейчас нужно пересматривать, во-первых, рекомендации, которые были, я возвращаюсь к тому исследованию, которое было в Пенсильвании в 2003 году, там у сортанов было выявлено очень часто остро-респираторные заболевания, у всех, 6-7%, это очень много, поэтому, я думаю, речь идет не столько о препарате, сколько о дозировках, вот, поэтому больные об этом должны знать, приборчик сейчас доступный, мерить и подбирать, чтобы давление снижалось не чрезмерно, а было, скажем, эквивалентно тому, что нужно, потому что напоминаю, что артериальное давление это не враг, а друг, им нужно уметь пользоваться, регулировать, чтобы не вызвать каких-то ишемических изменений на фоне гипотонии, и вот эта вот политика все выше-выше снижает, да, если мы говорим холестерин, сейчас можем до бесконечности снижать, давление нельзя, нужно делать это индивидуально, используя то, о чем мы сегодня говорили, без обучения пациента, он сам должен это уметь делать у слишком вариабельной системы, по врачу не набегаешься, у нас есть пациенты, которые сами это делают, уже знают, погоду знают, знают, какие крантики открывать, и спокойно переживают вот эти вещи, хотел закончить наш симпозиум нашими японскими данных коллег, которые концепцию такое, предупредительная медицина, которая направлена на то, чтобы предотвратить пик повышения давления, патологический, вот, если это будет предотвращено, не будет и катастроф сердечно-сосудистых, то, о чем мы говорили, это очень разумное, рациональное применение препаратов самим пациентом под контролем врача, ну, за всем мы у нас все, симпозиум у нас по времени подошел к концу, спасибо всем за внимание, давайте жить дальше и думать, как лечить лучше, все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!